Ну что, друзья, всем привет! Продолжаю свой влог со вторника. Пришла большая посылка из Израиля от моей зрительницы. Спасибо ей большое за то, что она так позаботилась, потому что она высылала эту посылку еще в январе, в начале января, и вот пришла она ко мне, как вы видите, в середине февраля. Долго мы с ней списывались и ждали, переживали, дойдет она, как, все будет. Ну, в общем, она у меня, будем смотреть. Это, как я уже предупреждала, последняя посылка, которая у меня продуктовая, которая с какими-то вещами, потому что человечек со мной списывался до того момента, как случилось вот этот вот небольшой моментик с итальянской посылкой, я решила, что не буду принимать от людей какие-то предметы, быта, вещи, только продукты. Так что, если хотите выслать мне посылку, вы шлите еду. Я бесконечный любитель еды, и меня ей всегда можно обрадовать. Вот, вы все в теме. Кстати, раз про эту громадную коровку. Так интересно, потому что аж с Израиля, блин. Вообще интересно, когда посылки приходят с других стран, это круто. Ого-го, тут все по пакетикам, давайте вот этот на меня смотрит. Я уже вижу, что там что-то... Что такое у меня еда? Ну, правильно, еда. Ну, пусть к сердцу Дианы лежит через еду. Что это такое? Где-то маленькие трубочки. Ну, конечно, да, думала, тут будет перевод. Наверное, это какие-то маленькие вафельки. Я вот прощупываю. Надеюсь, их не сильно там помяли. Они, наверное, очень маленькие сами по себе. Похожи на какие-то вафельные трубочки с каким-то кремом. У-у-у, это что, пекан? Это пекан или это грецкий орех в чем-то? Или это... Без понятия, что это похоже на вот этот вот орех пекан. Наверное, могу ошибаться. Маршмеллоу. Как раз для того, чтобы сделать какой-нибудь какао. Прикольно все на непонятном языке. Класс. Это что такое? О, это тоже, наверное, из той же серии. Блин, надеюсь, их просто не помяли. Потому что чуть-чуть видно, что примята, но мне кажется, что не сильно. Сами упаковки просто помялись. Это, наверное, шоколадные. А я люблю все шоколадные. А, это, наверное, все для Роди. Нет? Мы с ней списывались, женщины. Она говорила, что для Роди есть пакетик. Это, может быть, все для Роди. Какие-то палочки. Наверное, кукурузные. Потому что похожи по виду. Свечки. Да? Это же свечки. Свечки. Раз, два, три. Три упаковки свечек на следующий Новый год. Потому что блестящее. В смысле на Новый год вообще? Ой, блестящее-блестящее. Блестки посыпались везде. Да, это все для Роди, да? А, нет, тут наклеечки, где Роди. А, то мне. То все мне. Роди зефир. Класс. Так, наши Родички буду откладывать сюда. Я помню, что Родику эти конфеты. Тоже, да? Какие-то... А как же они, интересно, они жевательные или какие? Ну, Родя попробует. Скажет. Это тоже, по-моему, для Роди. Буэна, да. Вот наклеечка Буэна. Ой, сколько радости нашему ребенку. Ну, я думаю, что это тоже для Роди. Тут же малыш нарисован. Ну, разберемся. И вот это все точно Роди, я знаю. Это киндер-джой. Мой ребенок будет счастлив. Прекрасное детство. Я думаю, что из детства он будет помнить одни только яйца. Потому что у него их настолько много, этих шоколадных яиц. Сдуреть можно просто. Так, еще пакетик давайте. Смотреть того, чего много. Так, я тут все разорвала. Тебе, маме, Карине полотенце кухонное. Да, тоже мы об этом говорили. У меня, кстати, их так много уже, я уже не знаю. Ой, что-то оттуда выпало. Три полотенчика. Так, ну, какого же цвета я себе выберу? Мне вот этот цвет нравится. Что-то хочу этот цвет. А Карина с мамой разберутся. Извините, но у меня есть преимущество. Это что? Тряпки для пыли. Можно мочить и вытирать кухню. А тряпочки мне пригодятся. Ой, класс, это красиво разноцветные тряпки. Они у меня будут в ванну. А то мы там так уже уродим вообще по поводу тряпок. Рано передать словами. А это чашка, да? С... Ой, я не могу понять. А, с прошедшим днем рождения. Какой-то с орнаментом, что-то с орнаментом. Какой-то такой орнамент интересный. Ой, вот такая чашечка. Прикольная. Как коробочка, такая чашечка. Спасибо за чашечку. У меня уже коллекция чашек. У меня их так много. Я люблю чашки. Я всегда говорила, что чашка для меня хороший подарок. О, это же хлебцы. Это Леша. Гречневые хлебцы. И они еще все целые. Ну, это точно будет Леша. Сахар не ест. Так, что здесь? Что это такое интересное? Конфетки в сумочку. Прикольно. А что, они жевательные или какие? Можно распечатать, посмотреть. Боже мой, они пахнут через коробку. Настолько вкусно пахнут. Я хочу попробовать. Смотрите, какие прикольные. Интересно, они как-то жевательные или нет? Ммм. Ну, такие прикольные. Класс. Они такие кисленько-складкие. Даже больше кисленькие. Супер. И реально, я очень тяжело их было открывать. Чуть ноги сломала. То есть сумочки, они не порасыпаются. Вкусненько. Спасибо большое. Так, это чаек, да? Чаек какой? В пакетиках, я так понимаю? Если в пакетиках, то сразу я его возьму на рынок. Потому что мы там все время пьем чай в пакетиках. Ну, я думаю, даже не буду распечатывать. Ведь так понятно. Он там нам очень нужен. Мы там его все пьем. Так. Для губ Карине бальзам. Хорошо. Вот такой бальзам для губ. Это бальзам для губ маме. Хорошо. Это маме. Дальше. Жвачки. Тоже сумочку мне. Набью себе сумочку жвачками, конфетками. Карине шоколад. У Карины медальки за заслуги. Шоколад. Маме, да, шоколад? А маме серебристые. Смотрите, монетку. Это прикол. Я серебристых не видела. Я золотые видела, а серебристых нет. Интересно, в чем разница? Может быть, это какой-то горький шоколад, а тот молочный? Прикольно. Специи для рыбы. О, класс. Специи. Это супер. Еще и какие-то израильские. Спасибо. А это? А это специи для курицы. Прекрасно. А это специи для чего? Ванильный сахар. Обалдеть, как много. Спасибо большое. Такая лаконичная упаковка. Спасибо. Вот это прям очень-очень для меня. Это что? Для... Для... Машины? А, запах для машины. О, это Леша. Я Леша откладываю. Вот, рисунок хлебцы и запах для машины. Бальзам для губ. Это, наверное, мне, да? Пожалуй. Ну, или Леша. Это что? Лореаль. Это с прошедшим днем рождения. Тоже мой подарочек. Это, наверное, подводка, да? Подводка для глаз. Или подводка, или... Туша. А это что такое? Маме и Ире. Ух ты, какая вафля. Похоже на Киткат, кстати. Я тоже такое хочу. У меня такое есть? Каринки. Так, это кучка вот для Роди. Нет, вот это мои. Вот я и тряпочки поделю. Зачем мне столько тряпочек? Я со всеми поделюсь. Господи. Ой, тут еще пакетик. Так, тут огромное полотенце. О, большое полотенце. Спасибо. Еще и белое. Это хорошо. Полотенце тоже надо обновлять мне. Потихонечку. Это, по-моему, футболка. Мне говорила зрительница, что для Леши какая-то футболка будет. Ну-ка, интересно, что за футболка и как с размером. О, прикольная. М-ка. Может быть, даже не будет маленькая. Потому что он сейчас качается. Системс. Стопроцентный катон. Ой, надеюсь, Леша понравится. Что понравится? Он на любом случае любит футболки. Он по ним тащится. Прямо так скажу. Ой, формочки. Формочки для печенья. Так это не только для печенья. Вы же понимаете, понимаете, что я в этих формочках могу делать яичницу. Например, в Большой Звезде. Это, конечно, иностранно будет смотреться, да? В любом случае, формочки это класс. Спасибо большое. Я вижу, тут Новый Год. Какой хорошенький. Какой хорошенький Дед Мороз. А он без мешка? Ну, мешок. Классный какой. Он с конфетками. Я даже не ожидала, что он с конфетками. Супер. А можно их не открывать до следующего года? Так, куда там? Кого я обманываю? Класс. Там какая-то наклеечка или что-то там, что написано? Нет, это супер. Я думала, это просто игрушка. Это, блин, конфетки. Я как маленький ребенок радуюсь. Смотрите, какой красивый у него плащ. Очень милый Дед Мороз. Вообще он чудесный. Я даже если съедимый конфет, я оставлю этого Деда Мороза, потому что... Ну, это прелесть, посмотрите. Его можно даже на елку вешать. Он будет полегче. Класс! Продолжение Нового Года у меня. О, тут куча всякого. Давайте сначала посмотрим вот это все. Бычок на удачу. С предсказанием. Там есть предсказание? Ну, это надо посмотреть. Смотри и узнай, что тебя ждет. Так, давайте оставим это напоследок. Это же тут монетки нет. Мне очень интересно. Ой, блин, это все для моего Лешки. Сушеное яблоко. Раз. Ой, класс, сколько всего. Кокос натуральный. Два. Ну, это цукаты, да, все? Цукаты папайи. Три. Блин, по-моему, у нас цукаты папайи другого цвета. Может, я, конечно, ошибаюсь. Финики. Мясные? Ого. Ого-го, они гигантские. Ого. Я в Египте таких не видела. Какие огромные финики. Они тяжелые. Класс. Ой, сколько вкусненького. Минжир. Ну, все, ну, это просто счастье. Это попадание стопроцентно. Киви-цукатики. Боже, сколько всего вкусного. Это сдуреть можно. Банану. Чипсы банановые. Немножко видно, что, конечно, помялось. Потому что, нибудь, может, где-то швыряют посылки, еще что-нибудь. Но оно более-менее выжило. Ой, та самая шоколадка. Или это другая шоколадка? Печенье, карамель с орехом. А это печенье? Похоже на шоколадку. Это, наверное, шоколадка с печеньем, да? Класс. А это стреляет во рту. Знаю я такое, знакома с таким. Она поломанная чуть-чуть, блин, жалко. Ну, ничего страшного. Фигня это все, что она поломанная. Мы все равно съедим. Ой, а это что? Ой-ой-ой. Сладкий арахис в тесте? Как это? Давайте я попробую. Сам Вэл, когда делает обзоры посылок, он все ест. Но я просто не хочу кушать, когда делаю обзоры посылок. Но вот это попробовать хочется. Это что-то необычное. Капец, это прикольно. Вообще класс. Это очень вкусно. Причем оно солено-сладкое. Тесто вроде сладкое, а арахис соленый. Очень вкусно. Может быть, это что-то исконно-израильское, я не знаю. Супер. Какой-то буй, что вкусов просто в рту. А это что? Вот это там еще лежит. Что это за прелесть такая? Два шарика для ванной с манго. Такие хорошенькие. Посмотрите, какие розовенькие, миленькие шарики. Бомбочки для ванной. И... Что-то еще милое-милое такое вижу. Носочки для Дяночки. В виде кекоса. Класс. Спасибо большое. Блин, все такое крутое. Очень приятно. Тут вообще огромная просто посылка. Такая щедрая. Видно, что человек, ну, от души собирал. И даже лично очень сильно переживала, чтобы все дошло, чтобы все было хорошо. Но я ей говорила, что все будет хорошо. Все будет отлично. Смотрите, сколько всего. И подумала обо всех. И о маме, и о Карине, и Роде, и о Леше. Анна, спасибо вам большое. Так зовут зрительницу за эту посылку. Ну, очень-очень приятно. И тут куча еды. То, что прям прямой выпадание всегда. Спасибо за то, что присылали для дома полезные штуки. Всем будем пользоваться. Все съедим обязательно. А Дед Мороз, это вообще, это отдельная пензисть. Потому что он меня... Не знаю почему, но он меня очень сильно впечатлил. Новый год уже прошел, но я настолько люблю этот праздник, что готова к нему готовиться за год просто. Это прелесть. Он меня еще очень сильно удивил тем, что я не ожидала там конфеты увидеть. А не раз, там и есть у него. Просто прелесть. Очень такой интересный. И буду все пробовать походу. И показывать на канале, как оно на вкус. Потому что это что-то необычное. Что-то не наше. Спасибо еще раз. О, да, как прикольно. На воду видишь. Ага, да. Прикрывает все, что не нужно. Кстати, Сео, да? Она не маленькая в плечах? Чуть-чуть. Чуть-чуть, но это Леша, я говорю. Леша сейчас качается и все такое. У него руки... Сейчас на меня будут многие вещи маленькие, да? Да, руки растут у него. Смотри. Опа, осторожно. О! Я тоже... Я сначала думала, ты просто Дед Мороз. Потом смотрю. Так, глянь, он классный. Мне очень понравился его плащ. Так они с лицом нормального Деда Мороза. А не как колкаша, как говорит, ты мама. Все колкаши. Класс. Смотри, еще сколько всего тут. Глянь. Цукатики всякие, финики. А тут это все украшки. Вот это свечки. Вот это тебя впечатлит. Держи. Да, как все равно ровно. Можно было больше ничего не присылать. Да, финики. Дед Мороза тут. Да, прикольно. Они очень большие. Я таких даже не видела, говорю, в Египте. Зачем мы-то накопляли финики? Ну как, мы же не знали, что они к нам придут. Мы эти сидим за один, два, три. Блин, они прям потрогают. Они прям такие... Тут описано мясные. Я сначала прочитала мясные. А, он мясные прочитал. Барал. А, мясные. Нифига себе там. Нам, походу, надо в Израиле, то мы не туда ездим. Куда ты мы не туда ездим? Они прям на ощупь, как мясные. Я правильно прочитала. Ты нормальный. Но мы его умрали. И вот, смотри, куча всего тебе. А ты там... Я говорю тебе, потому что я с сахаром-то я съем. То есть тебе ты уже это слепо откладывала, да? Нет, то Роди, Карине и Маре. Гречневые. Это тебе. Гречневые, почему еще хлебцы? Вот тебе хлебцы, и все, иди грузи. Хлебцы и финики. Нет, финики я себе заберу. Ой, это что? Полотенце? Наша полотенце. Хочешь, тебе возьми такое? Мягенькое. Утирать себе личико. Это вам с Лешей от Ани и Леши. Ой, я, блин, не увидела, прикинь, вот эту именно. Я везде видела подписи, а тут не увидела. От Ани и Леши. Леша, там тезка, муж. Да. Привет вам. Спасибо большое. Ну, капец, это посылище. Да-да-да. Тряпочки. Я думаю, что я поделюсь со всеми. Они такие яркие, красивые. Нет. А тебе особенно тряпки нужны. Вот ты так вытираешь, бедный. Так убираешь каждый день. Че ты меня позоришь? Вот, Леня, носочки, смотри. Че ты меня позоришь? А, вот тебе еще. Пахучка в машину. Ох. Ну, у нас как бы не воняет. Ну. Слушай, принеси, пожалуйста, монетку. Тут вот что есть. Тут бычок с предсказанием. Ну, как-то чем ты ногтем? А вот ножичком можно. Вот я б дебил. Правда ж. На ножичек. Твои ногти острее любого ножика и монетки, блин. Острее нашего любого ножика. Это точно. Не точи уже ножи, пожалуйста. Ну. Давай быстренько. Если что, у меня ногти нет. Они обрезаны. Ну, конечно. Мы видели. Читай нам всем. Ты-ты-ты. Каждое новое знакомство станет настоящим подарком судьбы. Как прикольно, да? Опа. Так. Это не про мою любовницу? А я сразу о том, что зрительница познакомилась. Карине бальзам. Да я видела. Тут Карине и маме есть. Цукаты. Ладно, что на финиках не написано, типа, кому-то. Финики наши. Ну, смотрите. Это вообще все. Цукаты. Блин, я с сахарами. Ха-ха. Ну, тогда ладно. Немножко попробовать. Я обойдусь кокосом. Конечно. И бананом, да? И че-то, и бананом. И инжиром. Понюхай, прям коробочка пахнет, да? Я пробовала уже одну. Я не сомневалась. Очень прикольные эти конфетки. Прям что-то такое из детства. Прям. Попробуй. А не сахар. Там сахара одна граммушка. Прям что-то такое из детства. Прям. Я даже не знаю. Сейчас на стольги у меня закинуло. Нам такие шикарные шоколадки пришли, а ты и не ешь сладкое. Стреляет в рту? Нет. Карамель, орех, печенье, шоколад. Ну не раз. А вот, вот. Я сижу вас. Вот за что я хотела тебя спросить. Это пекан? Или это грецкий орех в чем-то? Ну, есть орех, пекан такой. Это пекан. Слушай, он не такой, как грецкий орех. Ты знаешь, что есть пирог из пекана, можно сделать. Вот ты же сахар не ешь. Вот это, конечно, все планы рушит. Просто кушаешь. Хочется попробовать его. Ты сейчас должна сесть, вот это обложиться и обожраться. Да ты что, с ума сошел? У меня тренировка. Вот это я попробовала. Вот это я попробовала. Это очень вкусно. Арахис в тесте. А, короче, тесто сладенькое, арахис соленый. Это так прикольно. Наконец-то я погладила морковки. Вот это вот постельное белье снюшик. Очень на мне нравится. Но такое прикольное. У него какая-то такая интересная ткань. Я думала, это бязь, но как-то немножко она другая. И она не очень мнется. Вот у меня другой комплект постельного белья. Мнется ужасно. Это вот прям практично для тех, кто не любит гладить. Кто вообще любит сразу с балкона стелить постельное на кровать. Но я всегда глажу. Всегда глажу, чтобы не было прям совсем ужасно. Но такое белье реально можно позволить себе не гладить. Вот уже на выходных буду стелить. Поэтому сейчас не покажу. Но все же. Вот меня бесит этот шкаф. Я туда, блин, запхала всяких наших сумок, которые мы берем обычно в поездки. Теперь что-то у меня он не закрывается. Все время открывается, и мне это раздражает. Блин. Надеюсь, это надолго. Вы просто посмотрите на этот шкаф. Скоро на голову будут вываливаться всякие вкусности. У нас там еще и халба из Египта. Вот эти все цукаты теперь из Израиля. Всего-всего много. По чуть-чуть. Как надо себя сдерживать. Знаете, какие-то проделки дьявола. Ебом. Вот это наговорила сейчас. Вот это очень вкусно. Не знаю, то ли это грецкий орех, то ли пекан. Но мне кажется, это грецкий орех в какой-то глазури. Безумно вкусно. Вот прям я немножко съела. Я хотела есть. Вот перекусила. И реально даже наелась вот этими орехами. Достаточно сытный получился перекус. Я пособирала там пакетики маме, Карине, Жене. Ну, Карине, Жене Леша уже забрал на работу. А маме отдам завтра на рынке. Все распределила. Всем поделилась, чем могла поделиться. И свечи распределила. И конфетки в сумочку. И тряпочки. Все-все-все. Что такое. Что можно было поделить сразу. Кстати, мне там спрашивали, какой у меня педикюр специальный для вас. Вот. Нежно-розовая база. Я так повеселила комментарий. Там одна женщина написала. Не понимают такой маникюрный, типа как у меня. Такое ощущение, что забыли гель-лаком покрыть. Я вообще не поняла. Ну, типа очень же много людей делают просто прозрачное покрытие. И даже дома делают. Ну, как бы. Это тоже гель-лак. Ну, как база. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Просто иногда хочется какой-то простоты. Очень много слова просто. У меня синяки вот постепенно проходят. Хотя, наверное, вряд ли скажут, что проходят. Ну, правда проходят. Было же еще ужасней. Но ни двух и ни трех дней это дело, к сожалению. Хотя я мажу мазью часто. Там написано до пяти раз в день этим синяков мазать. Ну, может быть, потому что я все равно продолжаю кататься на валике. И как бы оно одно другому немножко мешает. Хотела сказать пару слов по поводу того, что я собираюсь уже на конкурс в марте. И на этом буду видео заканчивать. 27-28 суперстар. И буду танцевать много постановок. Еще и будем группу танцевать. Два или три номера группы. У нас будет трио. Я, Даша, Соня. Вы часто этих девчонок видите в инстаграм. Я с ними фотки выкладываю. Будем трио танцевать. Никогда я не танцевала никакие группы на конкурсах. Для меня это переживательно. Даже не знаю, что переживательнее танцевать одному. Или танцевать в группе. Потому что, когда ты один, ты сам за себя. Ну, накосячил твоя вина. Тут тоже в группе не хочется косячить, потому что ты можешь подвести других. Надеюсь, что все будет хорошо. И на этот же конкурс я собираюсь выйти на импровизацию под живой звук. Что вообще максимально страшно. Девочки меня уже запугали. Сказали, что это капец как стрёмно. Это ужасно. Это не пережить как будто бы. Я уже себя морально пытаюсь на это настроить. Ну, правда, жутковато. Ну, импровизация под живой звук. Это когда таблист отбивает тебе на барабане. Ну, базовые ритмы для новичков. Как бы я знаю ритмы. И, в принципе, понимаю, что танцевать. И могу сколько угодно репетировать. Но когда ты выходишь к живому человеку, вот он тебе играет. Это очень волнительно. Но я думаю, что пора уже решаться на третий, грубо говоря, год. Думаю, всё будет окей. Поэтому начинаем мы готовиться уже. Ладно. На этой прекрасной новости заканчиваю видео. Решила посвятить его полностью обзору по ссылке. Потому что он большой. И думаю, многим из вас нравится обзоры смотреть. Спасибо за просмотр. Приходите в Инстаграм. Смотрите мои новые фотографии и видео. Там я стараюсь вас вдохновлять. Делать что-то красивое. Ну и всё. До встречи.